Всем привет, с вами Слава Игрушкин и сегодня мы вернемся к этим куклам подделки и оригиналу Мини Шушу и поводом служит эта подделка, которая отличается оформлением и продвигаемым брендом, но мне очень интересно узнать одинаковые вот это подделки или все-таки что-то в них есть разное. Как вы помните в прошлом видео мы рассматривали оригинал Мини Шушу от Zapf Creation и подделку под названием Мини Изабелла. Так мне посчастливилось случайно найти нужную для себя подделочку. Что тут интересного? То, что она продвигается под маркой Карапуз, называется Машенькой, серия идет модная одежда, есть всякие такие похожие наборы, например, там с лошадкой, вроде веселая проколка или что-то типа этого. В таких же коробочках продаются другие куклы, у них другие пропорции, хотя тоже вставные глаза, больше голова, тело взрослее меньше, ну такое она головастик, другая совсем кукла. И посмотрите на вот эту красоту, аттестат, качество, рост, тест, эксклографии, такая наклейка, прям знаете, вселяющая доверие, русское качество, русские буквы на коробке Карапуз. 3+, очень много текста какого-то, внешний вид может отличаться, товар сертифицирован. Все выглядит очень качественно, как будто бы это не такая вот прям поделка, как вон-то. И самое интересное, почему я взял именно эту из нескольких других, это молды. Я в прошлом видео не очень разбирался в молдах, сейчас я знаю, что есть обычный молд с простой улыбочкой. Этот молд подделывается здесь, однако здесь почему-то, я повторюсь, ямочка такая носогубная складочка, и губа верхняя в принципе кажется объемнее. Не думаю, что был какой-то еще молд, но они отличаются. Этот молд отличается тем, что здесь губки пю, так называемые. Когда вы говорите пю, вот примерно вот такое выражение получается у губ. Они такие надутые, бантиком, не знаю, как-то вот такие. Мне очень нравится этот молд. Есть еще один молд с открытым ртом, но он мне не очень, если честно, симпатизирует. Видите, у него шапочка, как в оригинале. Сейчас будем сравнивать. Изготовлено все на самом-то деле в Китае, и написано даже в феврале 17-го. Мне очень прикалывает, когда они пишут даты четкие какие-то, производство игрушек. Ты сможешь понять, когда это было сделано. Все те же пластмассовые трешки. И все так же легко сдергивается обувь. Но на этот раз, кстати, она другого цвета. И насчет обуви тоже. Я больше теперь знаю, что обувь все-таки разная у них бывает. Не только вот эта модель. Были вот такие подделки в таких коробочках с сапожками повыше, такими будто вязанными. Знаете, что сразу я хочу проверить? Это, конечно, запах. Вот знаете, со временем вот этот выветрился. И он в сравнении с этой коробочной, которая простояла в своих парах сама, да, все это время, он пахнет меньше. Это пахнет больше, и у нее определенно есть запах химический, не подобающий хорошей игрушке. Но думаю, так же он со временем выветрится, не будет таким сильным, если прям не принюхиваться. А так же, в принципе, проветривать дом нужно почаще, потому что куколка это вот такой кусочек пластика. А если посмотреть, сколько нас окружает разного рода пластика, можно ужаснуться, поэтому лучше лишний раз проветрить. И впустить свежий воздух, если, конечно, это можно сделать, если у вас не режим черного неба, как у нас периодически, вот недавно был. В целом, я хочу сказать, что здесь вообще не в тему, такая наклейка, ну, припаянная, приглаженная, явно такая, она немножко отходит. Hello Kitty. Но это вот Hello Kitty у этой Машеньки от Карапуза, оно почему-то попадается именно на коробках, даже пишут. Как видите, поверх копии оригинальной одежды приклеили просто к Hello Kitty, хотя там есть узор собственный, интересный. И, кстати, о шапочках. Я могу заметить, здесь один минус, а вот здесь такой провал. В отливке очень такой неприятный момент, прямо на видимом месте. А в остальном, шапочки очень похожи, отлиты текстурой, с какими-то мелочами. Единственное, могу сказать, что может быть, ну, чуть-чуть более замыленная форма, но, по большому счету, они очень похожи. Разве что эта шапочка, она более яркая, более темная, и также она более мягкая. Ну, здесь, видите, шероховатости, и вот самый главный, вот здесь момент. Это можно, думаю, подрезать как-то, неровности вот эти, как-то обыграть, покрасить, и будет красиво. По-моему, это моя любимая шапочка. Вообще из шуншунчиков. Самая прикольная такая. Подделку сравниваем с подделкой. Цвет глаз похож. У них у всех похож цвет глаз, но у этих все-таки чуть посветлее. Но рисунок в глазах отличается. На самом деле, он больше похож на оригинальный. Именно рисунок вы, наверное, на камеру так не уловите. То есть, скажем, здесь два цвета использовано, а здесь, думаю, три. Глазки мне здесь нравится, кстати, больше. Ну и в оригинале, в оригинале, в оригинале как-то все вот так. Глазки отличаются. Уже интересно. Тело, как вы видите, вот здесь отлито даже хуже, потому что вы, ну, видите, эти зазубренные, эти куски необрезанного пластика. В текстуре они также похожи. А, шапочку, ой. Шапочки меня тоже сравним. Бровки похожи. Губки хорошо, кстати, здесь покрашены. Более темная краска вообще рисует реснички и бровки. А другой немножко молд волосиков. В принципе, у них у всех разные волосы, если совсем сравнивать. А вот. И костюмчик, понятно, у этих копировался. У этого какой-то другой, лисенка какого-то. В принципе, ему вот эта шапочка лисенка подойдет больше. Я проверил. И вот эта шапочка, она не сильно упрощена. Она просто не покрашена. А так она очень похожа. Вот. А этому больше пойдет шапочка совушки. И сейчас мы можем посмотреть, что именно вот в таком виде он прям вообще является подделкой именно под совушку. Это очень забавно. Опять же, я его себе не оставляю, потому что у него пузырек на носу. Еще я замечал, что здесь глаза больше открыты. Здесь все-таки нижняя века так прикрывает зрачок. Вот этого взгляд более улыбающийся. Здесь тоже вообще глазы-глазки. Они не прищуренные такие. Они немножко даже в стороны. Думаю, с этим стоит поработать, пофиксить их. Давайте сравним со всем. В оригинале все так же. Очень много рельефных надписей. Какой-то шифр. У подделки яле написано. Точно так же, как в прошлый раз было написано у прошлой подделки. Вот эта прошлая подделка, это наши губки Пю. Тела замаркированных у них одинаково. Скинтон головы похожий. Но здесь тело темнее. Туловище именно как-то. Здесь все-таки больше соблюдено по скинтону. Не так что-то выбивается. Но в принципе они все приемлемые. И даже в оригинале туловище немножко темнее. Ну, в целом, конечно, туловище прямо копируется. Но у подделок не очень качественно. Возможности у них одинаковые. Все только вращается. Ничего не наклоняется. Линия отливки, опять же, у новой не так явно прослеживается. Она попроще, без такого прям откровенного дефекта. В оригинале все-таки поскромнее. И, кстати, я не заметил в прошлый раз. YL Toys, яле, то есть, видимо, оно на затылке у них у обоих. Так что я все-таки думаю, что старые и новые подделки сделаны одной фирмой. На них одни штампы. Они одного качества. Также имеется запах, который можно, думаю, выветрить. И качество они одного. Обувь у них вовсе одинаковая. Просто разного цвета. Так что все-таки, я думаю, хоть Машенька, хоть Мини Изабелла. Это все одна и та же подделка, как я и думал сначала. Что это, ну, просто разные имена одной и той же подделки. Потому что выглядят они похоже, сделаны они достаточно качественно визуально. Я не думаю, что разные фирмы делали бы одинаковые подделки на вот конкретно этих кукол. Не так они популярны, к слову. И, в общем-то, уже давно линейка не обновлялась. Я надену ему шапочку от той подделки. Она ему больше идет, и у меня хотя бы не будет повтор. Он будет выглядеть по-своему. И у него аутфит лисички, и шапочка будет лисички. Кстати, если бы я продал этого, я его просто не смог продать за время, пока нашел вот вторую. Мне бы не с чем было сравнивать. Но мне шапочка, кстати, нравится. Она очень классная. Я хочу как-нибудь покрасить ее. Надеваю как ребенка. Вот такие три брата. Сестренок тут пока нет. Это, кстати, родная совушка. Ну, вы можете посмотреть в предыдущем обзоре на этих кукол недавнем. А на этом, я думаю, мы закончим. Спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Вы большие молодцы. Браво. Надеюсь, вам было интересно. Мне было очень интересно. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok